В новом учебном году школы готовятся к встрече с учениками по-особенному. Кабинеты, конечно, тоже украшают, но основная подготовка в смене режима. Эти полоски специально приклеены для того, чтобы дети, когда выйдут на перемену, не выходили за зону своего отдыха. Это между классами мы сделали и на всех этажах. Также в гимназии номер 40 пересмотрели расписание. Теперь каждый класс будет жить своей жизнью и пересекаться с другими детьми по минимуму. Кроме того, на деньги спонсоров и властей закупили семеро циркуляторов. Они будут обеззараживать воздух. Дети, они маловосприимчивы к коронавирусу. Поэтому, учитывая все те меры предосторожности, которые мы предприняли, я надеюсь, что мы никаких вспышек коронавируса не допустим. А вот если все будут четко соблюдать правила, которые им сформулированы. Минздрав тем временем даже выпустил специальные рекомендации к началу учебного года. Носить маски и учителям, и школьникам рекомендуют. Родители не будут запускать в здание школы все собрания только в онлайн формате или на улице. Для многих мам эти неудобства предпочтительнее дистанционного обучения, которого, к слову, не удалось избежать полностью. Мало школ продолжают очное обучение детей в субботу. То есть наша школа, 89-я, к счастью, отстояла себя. Мы будем обучаться очно. Но вот сейчас опросили в чатах, переводят родной русский язык, родную литературу. 132-я школа, кто-то написал, что русский язык и математика. Основные предметы идут на дистанционное образование. В таком режиме будут работать не менее 10 барнаульских школ. Ограничения продлятся в учебных заведениях как минимум до января и начнутся с сокращенных праздничных линеек. Приглашены только первые и одиннадцатые классы. Для остальных торжества не будет. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.